Об этом будем говорить с Владимиром Амельченко, директором энергетических программ Центра Разумкова. Мы вас приветствуем, Владимир Юрьевич. Доброе утро. Приветствую вас также. Доброе утро. Ну вот только что мы об этом говорили. Может ли Азербайджан действительно заместить российский газ и полностью в этом смысле покрыть необходимость и потребности европейских стран? Ну он не только может Азербайджан заместить, он уже замещает с серьезными объемами своих месторождений, там основного это Чирак, но полностью конечно не сможет заместить, потому что все-таки рынок Европейского Союза достаточно емкий. И Россия раньше до 23 года поставляла, ну до 22 года даже можно сказать, поставляла на европейский рынок где-то около 160 миллиардов кубических метров газа. Ну а на Азербайджан на сегодня поставляет ну где-то 20-25 миллиардов, еще есть потенциал наверное удвоить этот показатель, но конечно заместить полностью российский газ Азербайджану не удастся. Для этого существуют другие источники замещения, это и норвежский газ, и катарский газ, и американский газ. То есть это основные источники, которые будут замещать российский газ, Азербайджан тоже входит в их число. Как раз Владимир Юрьевич, мы говорили о том, что Германия заменила российский газ норвежским, честно говоря, вот одного понять не могу. То есть это было все возможно, можно было использовать азербайджанский, норвежский, какой угодно газ, кроме российского. Так почему же раньше этого не делали? Такой дешевый был российский газ? Ну вы знаете, что норвежский газ же и раньше поступал в Германию, да, то есть нельзя сказать, что 100% российского газа и шло в Германию. Да, Германия зависела от российского газа где-то на 50-60%, и действительно вы правильно подметили, что возможно было заместить российский газ, но это не делалось по той причине, поскольку считалось тогда немецкими политиками, немецким бизнесом, что российский газ, он дешевле, да, действительно Россия давала серьезную скидку для Германии на свой газ в обмен на определенные геополитические уступки. То есть вы знаете, что после того, как заблокировали на Бухарестском саммите в 2007 году движение Украины к НАТО, это канцлером Меркель, которая была двигателем этого процесса, германский бизнес получил сразу же после этого серьезные скидки на природный газ. Поэтому, то есть, я считаю, были такие серьезные коррупционные механизмы между Россией и германским политикомом и бизнесом, которые позволяли покупать этот газ дешевле, нежели с других источников. И поэтому это была главная проблема, вот именно, но немецкие политики не понимали, что этот дешевый газ, это, знаете, сыр в мешаловке, то есть им об этом очень много раз говорили, что в конце концов вы за это все дорого заплатите, но они в это не верили, смеялись, украинские эксперты об этом много говорили. Я говорил, в частности, когда был в Берлине, встречался практически со всеми ведущими партиями Бундестага, но тогда-то все смотрели на это не очень серьезно. Я им предлагал, что нельзя зависеть так от российского газа, показывал аргументы, значит, что надо более диверсифицировать поставки, но они, так сказать, не очень серьезно к этому относились, но, к сожалению, в результате имели большую проблему и сейчас имеют. Владимир, вот, кстати говоря, как геополитическое оружие, в том числе, рассматривал Кремль газовые ресурсы свои, сейчас есть такой потенциал у российского голубого топлива? Ну, после того, как Россия, фактически Кремль, принял одностороннее решение о прекращении экспорта природного газа в Европейский Союз, через известный указ так называемого российского президента, когда потребовали расчеты в рублях, что было невозможно для большинства компаний, то я думаю, что после такого решения уже никто не верит в надежность российских контрактов, даже самые такие большие оптимисты уже не имеют надежду на Россию как надежного партнера. И поэтому мы видим, что Германия перестраивает свою экономику, свой бизнес, строит терминалы сжиженного газа, уводит бизнес газовый с территории России, в том числе с проекта СПГ-2 знаменитого, также с проекта уренгойского и южно-русского месторождения, и полностью Германия переключается на газ с других источников, поэтому веры тут нету, возможно, кроме Венгрии. Венгрия действительно еще надеется и сотрудничает с «Газпромом», тоже, наверное, как бы не забесплатно, и еще поддерживает эти контакты. Частично также Словакия получает российский газ, Австрия, но все страны, они практически, можно сказать, от Европейского Союза отказались от российского газа, переходят на другие источники достаточно успешно. Давайте еще поговорим о жиженом газе. Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа, компания «Новатек», похоже, срывает поставки, об этом на днях сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на источники. Компания направила клиентам уведомление о форс-мажоре относительно поставок с «Арктик СПГ-2». Произошло это после того, как в ноябре США ввели санкции против этого проекта «Новатека». По данным одного из источников «Рейтер», уведомления получили две китайские компании, одна испанская. Производство на «Арктик СПГ-2» должно было начаться в конце текущего года или в начале следующего. Вывести на полную мощность первую линию объемом 6,6 миллиона тонн, планировали в первом квартале 2024 года. Вы можете рассказать, Владимир Юрьевич, про этот проект и останется ли он только на бумаге или они все-таки смогут исполнять свои обязательства перед китайцами? В этот проект входит китайская компания, французская компания, японская, ну и российская компания «Новатек». Да, проект достаточно был серьезный, дорогостоящий, но санкции Соединенных Штатов на поставку оборудования, на поставку этого газа в целом, то есть они ставят под большое сомнение данный проект. Это хорошая новость. Но плохая новость заключается в том, что, в принципе, от продажи сжиженного газа российский бюджет практически ничего не получал, потому что проект СПГ-2, он полностью был освобожден от налогов, от всех ключевых налогов практически, ну не платили, никакие налоги от этого проекта не платили в государственный бюджет. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, что Россия не сможет расширять свою нишу и не сможет политически влиять, в том числе, в те страны, куда она поставляла и поставляет этот сжиженный газ. А с другой стороны, конечно, потери бюджета российского будут минимальны. Почему? Потому что и так этот проект был освобожден от уплаты практически всех налогов, начиная от налога на добычу полезных ископаемых, заканчивая налогом на прибыль. От 20 декабря, напомню, при этом США ввели также новые санкции за нарушение России потолка цен при толковле нефтью. По цене выше установленного лимита, как сообщило Министерство финансов США, усиление ограниченных мер направлено против тех судновладельцев и судов, которые причастны к транспортировке российской сырой нефти. Новые санкции способствуют поддержанию стабильных энергетических рынков, также сокращению доходов для России для финансирования войны против Украины. Несколько слов о том, в каком состоянии сейчас нефтяной рынок внутри России, как в этом поступлении. Вот это усиление контроля за выполнением санкций на продажу российской нефти, как оно тоже может повлиять сейчас на ситуацию. Нашли ли там какие-то тоже альтернативные источники замещения? Я так понимаю, нефтьюрался наш не какая-то уникальная, которой нет аналогов в мире. Ну, с начала года, вы знаете, действуют санкции, касательно потолка цен в 60 долларов за баррель. И в результате этих санкций Россия уже потеряла около 25% поступлений в российский бюджет. Поэтому те заявления, которые часто звучат, что санкции не работают, они неправильные. Хотелось бы больше, конечно, чтобы санкции имели эффект. И для этого Министерство финансов США вот эту миру, которую вы обозначили, и внедряет. Поэтому мы надеемся, что все-таки будет усиленный контроль за перемещением суден с российской нефтью. Хотя достаточно сложно это сделать. Почему? Потому что если та же нефть выходит из Балтийских портов, там, Приморск, или Услуга, эта нефть может стоить меньше 60 долларов, как правило. И там существует определенная страховка. То есть вроде бы все законно. Но по пути следования, в ту же Индию или Китай, эта нефть перепродается, и уже может стоить там 70 долларов и больше. То есть превышая потолок. Но это уже будут другие фирмы, другие компании, которые формально не относятся к России. Хотя российская нефть вроде бы как. То есть поэтому тут достаточно сложно мониторить и отслеживать эту ситуацию. Но мы видим, в принципе, первые результаты. Уже и на переговорах последних G20 между США и Индией была договоренность вообще с странами G7, что Индия тоже будет пытаться эти санкции каким-то образом соблюдать. И есть первые результаты. Шесть танкеров с российской нефтью. Они не могут пришвартоваться в индийские порты уже несколько недель. И поэтому эти меры уже начинают действовать и для Индии. Вот вы упомянули потолок ценовой, Владимир Юрьевич. Я недавно говорил с Сергеем Алексашенко, известный российский экономист, который в том числе как эксперт участвует в подготовке санкций, аналитической подготовки. И мы с ним говорили о том, что намного было бы выгоднее и для Украины, и для мира, чтобы потолок был 40 долларов. Вот почему он не уменьшается? Может ли он снизиться с 60? И что мешает это решение принять? Ну, выгоднее может было бы 20 долларов, но мы же понимаем, что не стоит задача, ну, вы знаете, Белого дома там или вообще в странах G7 уничтожить экономически Россию. То есть такой задачи не стоит. Да, то есть задача ослабить, да, стоит. Но уничтожить Россию никто не собирается, потому что все боятся развала России. То есть это страшный сон для некоторых политиков и в Европейском Союзе, и особенно в Белом доме. Поэтому приняли такой механизм, что действительно санкции, с одной стороны, постепенно ослабляют российскую экономику, но с другой стороны, все-таки сохраняют Россию, жизнедеятельность России сохраняют Россию от развала. Поэтому, я думаю, это одна из основных причин, почему не делают потолок более низких цен. Ну и вторая причина, что сейчас у нас приближаются выборы в Вашингтоне, нового президента. Нового или старого, кто будет, неизвестно еще. И, как правило, перед выборами президент действующий пытается создать условия, чтобы цены на заправках для американцев были на достаточно невысоком уровне, что создает президентской администрации и кандидатов в президенты серьезные преимущества. Поэтому, я думаю, вот это два компонента, о которых можно говорить, почему цены и потолок не уменьшаются. Ну, мы с Вами об этом говорили и прогнозировали еще, по-моему, год назад, что рассчитывать на снижение потолка не следует. Именно из-за этих причин, что, в принципе, видите, наш прогноз оказался верным. Да, спасибо за это. Очень ценим Вас, Владимир Юрьевич, и благодарим за включение. Владимир Амельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, был гостем этой части эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова